всем здравствуйте вот наш наша молодняк который у нас на эксперименте на разных комби кормах да был сейчас они все остаются на одном корме на зерносмеси через неделю им будет три месяца через неделю я буду взвешивать сейчас вам специально показываю немножко как они выглядят до взвешивания вот видите так принципе выровнялись уже по передню такие в основном все красивые есть вот подвисшие крылья да у кое у кого у синеньких у серебра есть вот я вижу вот у того серебра подвисшее крыло вот есть у меня тут так скажем сейчас обойду фаворит это вот этот синий я его себе оставлю и вот тот серебро который лежит ну как запасной вариант да этот синий во первых он такой не дикий он от меня никогда не скачет по сумасшедшему да ну и плюс он имеет самый большой вес и нет у него белых пятен у некоторых да тут есть белые ошейники какие-то белые перья вот у него белый ошейник у черного так и остался это от браковочка по окрасу вот что вот этот синий тоже с ошейником вот этот серебро мне нравится хорошенький но как бы не знаю все равно нужно оставить два до синенького и серебро вот вот так они выглядят они все помечены то есть одна группа которая ела комбикорм комбикорм с малым процентом протеина там 16 14 да они у меня помечены там стяжками и плюс еще у каждого помечено племя где чей вот поэтому когда буду взвешивать там буду уже вылавливать определенных путят сначала одну группу подопытную потом другую вот смотрите серебро видите как выровнялся которого ели которого грызли вот он какой раз выровнялся это хорошо это радостно когда я буду взвешивать три месяца сразу девушкам буду резать крыло и отсаживать другой загон я думаю вот видите фиолетовая стяжка фиолетовое кольцо и красная стяжка это вот тоже пометки есть которые просто зеленое кольцо это тоже пометки и девушкам крылья резать мальчиком крылья не надо не за мальчиками никогда не улетали и что еще и тех которые будут неудобные по весу как неугодные по весу сразу у нас будет в помещаться в загон как ожидающие очереди на убой к сожалению будет так но таких слава богу тут будет не так много не так много вот все таки если крыло подобрали вес будет средний и выше значит оставляем вот все что пестрое вдруг где-то вылезла или вес очень маленький все убираем в этот раз ждать до осени я ничего не буду как бы не вижу смысла хотя конечно мускусную утку я больше люблю когда она ну там пять месяцев выросла например вот видите подобрал крылья 1 2 хороший был и 3 где-то он спрятался у 3 вот так и подвисают крылья сейчас посмотрим вот он 3 прискакал серебро серебро или баф они тоже придется проверять вот у него крылья немножко подвисает то есть вот эти вот четыре утенка они как бы либо серебро либо баф я еще точно не знаю потому что придется проверять в общем живут они хорошо сейчас они едят может я уже сказала но повторюсь зерносмесь уже одной частью роста то есть там зерносмеси большая часть горох кукуруза все вот это вот и роста совсем чуть-чуть чисто так вот опять пригнала всех вместе но вот я думаю что ошейник вряд ли уйдет на 5 таки я селезни буду оставлять которые крупные но с ошейником понаблюдать и нарастить мяско если что на крупное мясо вот а синих вот тоже которые вот такими непонятными перьями белыми после того как после расклёва вот посмотрю может быть они сменятся на нормальные то есть тут часть пойдет сразу вот браковку часть будет подращиваться на мясо с целью посмотреть как это с окрасом дальше дело станет вот эти тут вот черная уточка наверное это да тоже белые какие-то пятна вот надо посмотреть как это будет вот синенькая тоже так же вот у этого все нормально его никто не дергал вот ночью есть разные варианты все приходится смотреть натуре мой мой красавчик да я тебя уже прям уже кольцую и примечу для себя вот смотрите вот этих клевали и у них вот так вот выросла да с таким белым вот а этого никто не не дергал у него вот ровно все просто это даже видно моя ну как бы суждение мои даже видно потому что вот здесь вот длина пера короче а вот а у длине это значит вот те были первые выдернуты и пошли вторые вот какие-то с пестротой непонятно и тут тоже вот они короче вот они короче они немножко с беленьким вот там кого нормальные полностью закрыты спины там нету такого короче у кого оперение ровно по возрасту нормальная до хвоста да вот как у вот этой уточки на селезень это как у того синего того нормально все у кого вот не по возрасту а короче значит ему выдрали то вот такая вот ерунда вот вот такая вот ерунда происходит сравнению с тем задним на белых это не видно а вот на синих пожалуйста всем здравствуйте вот он наш выгул с молодежью со вчерашнего дня здесь живут с ними бегунки и и три руанца точнее одна руанка два руанца вот потому что уже и по идее и по возрасту нормально ну ты идешь мой хороший да мой ожереливый самец вот еще одна в общем то сейчас нужно сегодня будем взвешивать их и если думаю как бы взвешивать то не вопрос конечно как их вылавливать я же не буду ходить по по одной утке туда мне до весов метров шестьдесят эти 50 60 вот так потом обратно потом ее выпустил другую поймал я вообще запутаюсь это будет ерунда поэтому мы сейчас с моими детьми выловим всех экспериментальных на взвешивание всем завяжем ноги всех выложим так чтобы было удобно брал и сразу взвешивать ну по-другому никак уточкам придется потерпеть иначе я буду до утра тут ходить вода вылавливать вот там еще у нас в кустах сидят до самцы прячутся и уточки тоже вот поэтому будем сейчас их вылавливать видите как их тут много но их тут около около 20 наверное для взвешивания вот таком выгуле они живут ванна у них тут грязюка вторая поилка есть тазики есть раз кормушка и вторая кормушка показываю что они едят на момент трех месяцев вот такая вот зерносмесь но что-то тут крупная сверху обседает до мелкая вниз вот семечка кукуруза и пшеница и какие-то гранулы и мясокосная мука добавляю вот вот такую то не едят все же рост они уже не едят им вчера было 3 минет сегодня им три месяца до вчера сегодня там вывод был на два-три дня растянутый потому что они же из-под разных уток и еще из инкубатора вот ну вот такая вот толпа сейчас мы с моими девчатами всех выловим разложим так чтобы брать и сразу на весы ему и во первых еще и время экономим и мои ноги и весам не стоять там и телефону на паузе вот сейчас будем взвешивать это напоминаю еще раз это наш мой эксперимент когда одна группа ела месяц индюшины корм в 24 с половиной протеина процент другая группа ела комбикорм для уток кур и гусей где было 16 с половиной протеина процент такой обозначен вот я запыхалась больше такого масштабного взвешивания устраивать не буду но это очень тяжело всех выловили короче говоря вот группа которая на хорошем протеине росла да вот они я принципе всех в лицо помню изумруд самец самка лаванда самец самец самка три синих два серебра ну короче говоря ладно вот а этот которые росли на худшем варианте корма на плохом протеине два серебра также как и там два серебра там один серебро лепешка он отсажен я его принесу потом в конце белая и куча синих просто какая-то такая куча синих получилось у них что и все девочки как на подбор вот вот так вот я всех поймала не знаю может кого-то лишнего прихватила если меня это все выводы от с первого по 3 мая сегодня 3 августа им я считаю что три месяца вот такую дату выбрала до прошлый раз было 2 июля и 2 июня по-моему я так снимала но вчера я не могла 2 августа я не могла это делать вот здесь с ними уже три три-четыре утенка были от 8 мая ну ладно будем взвешивать там увидим все вот эти стяжки кольца на ногах увидим и узнаем так и лепешки на еще одного отсюда я принесу от курица ну давайте начнем пока эти уточки бедные завязаны ну по-другому было никак поймите меня правильно потом будете меня гнобить в комментариях так смотрим внимательно суббота 3 августа уже пол шестого у нас да сразу с собой я принесла обслуживающий инструмент буду сразу одевать кольца чтобы удачных удачные особи уже были обозначены какое у них там племя все такое и кто остается для меня так начнем с обычных серебро 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 что у тебя тут голубое кольцо голубая стяжка 3 800 я ему одеваю голубое кольцо сразу стяжки пусть остаются или сейчас обрежу наверно так сделаю короче будем заниматься еще и сразу по меткам тихо 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 так это все на обычном комбикорме курточка 2 200 без метки которые в принципе уже метить я тебя не буду мы не будем с тобой сотрудничать больше их providers то есть понимаете тех кого я Я не помещаю сейчас, не обновляю их пометку. Они не останутся жить. Ой, какие у тебя ноги большие. Так, перебру вообще парни молодцы. Вот, да, 4 брата. 4 килограмма. Это который... Что у тебя там? Вот тут желтая стяжка. Сейчас мы ему сразу одеваем желтое... Ой, кольцо! И он идет гулять. Все, молодец. То есть на плохом комбикорне вот это вот один из тех серебро, который крылья свои повесил. Белая уточка. Белая уточка без метки, потому что и так она одна. 2 600. То есть, я помню, она была 2 300. Она набрала за месяц 350 грамм всего. Все припыхаются. Так, синий селень, который был расклеван. 3 600. Так, зеленая стяжка. Сейчас моему... Ну, я даже не знаю, сколько 3 600 оставлять тебя или нет. Ну, ладно, оденем ему кольцо. Вдруг произойдет резкий рост. В следующий раз я буду взвешивать и только перед продажей. Или перед тем, как у нас будет забой уже зимний. Так, селезень. Красная стяжка. 3 500. 3 500. Вот это вот уже все. Поэтому ничего я не буду уметь. Стяжки на нем останутся. Можешь... Ой. Это все на комбикорме. На обычном. На плохом, я бы так сказала. Так, что у тебя здесь? Красная стяжка тоже. Фиолетовое кольцо. На них на всех было одето фиолетовое кольцо. Или белая стяжка. Для того, чтобы понимать, что они в обычном комбикорме с нее я снимаю кольцо. Потому что она явно нам не пригодится. Слушай, все забрызгано грязью. Давай. Так, это все та же группа плохой еды. 2 100. Так, зеленая. Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Тихо. Так. 2 100, да. Зеленая стяжка. Вот. Видно. Тоже убираю веревку. В другую сторону. Ты мне не нужна. Еще уточка синяя. Тихо. Тоже 2 100. Давай. Тихо. Кольцо убираем. Так, какая стяжка? Сейчас скажу. Чтобы мне знать, это зеленая видно. Зеленая стяжка. Ну, остается, пускай стяжка останется. Веревку убираю. Все, до свидания. Так, по-моему, последняя из этой группы. Тихо. 2 200. Кольцо убираем. Что у нас тут стяжка? Что за стяжка? Стяжка голубая. Вот она. Стяжечка голубая. У нее не знаю, видно там, что вообще. Голубая. Женя записывает. Все. Тоже где девчука отдыхает. У них сегодня стресс кошмарный. а сейчас будет группа на комбикорме на индюшинам. Сейчас поставлю паузу. Так, селезень черный. Я знаю, что у него красная стяжка и белый ошейник. Он уже отбраковка. Помните, да, кто смотрел? Красная стяжка. Вот она. Все, иди. 3,640. Тебя увидели. Вот, свободен. Селезень. О, серебро. Тихо. Или баф, или серебро. Нам еще предстоит узнать. 3,900. Да, ну вот к 4 килограмму. Это еще я понимаю. Он без стяжек, без всех. это я знаю откуда. Это что такое. иди. Ушел. Селезень лаванда. Крылья свои он подровнял. Все у него хорошо. 3,700. Ну, лаванда, она всегда немножко маловесная, да? Немножко запаздывает. Так, зеленая стяжка у него. Вот она зеленая стяжка. Все давай. А, кольцо, кольцо. Ну, что же я не одела этому кольцу? Капец. Теперь ловить заново, что ли? Ладно. Не сегодня. Тебе одену зеленое колечко. Тихо, весеное ломан. Вот так вот. Колечко. Все. Уточка, лаванда. Уточка лаванда. Что там? 2,200. синие могли быть больше, но лаванда еще так терпима, но она в любом случае не останется, потому что у нее белый брак. Видите? Вот. Вот у нее белый ошейник. Нам такие не нужны. Ну, ее пола. не помечать даже не буду. Иди. Так, синий селезин. Что такое тяжелое? Мам, тихо, тихо, тихо. Тихо, Что ж там, парни? Подожди сейчас. Ты такой булый. Тихо. Тихо, тихо, ложись. О, 4 кило. Да? Да, 4. Так, тихо, смотрю теперь твою ногу. Спокойно. Это он без меток. Без меток. Сейчас мы без метки. Тихо. Наденем ему белое кольцо. Его братан. Тихо, 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 тихо. Тоже какой-то очень буйный. Тихо, тихо. Тоже, да, все у него так. Сколько? 3 800. Ну, вот они как-то, что серебро, что синие селезни примерно одинаково идут. Я его помечу, возможно, полугода будет нормальный. Все. Так, спокойно уходим. Иди. Черная уточка. Черной уточке, я знаю, красная стяжка была, но ушла. Потому что черный селезни, это ее брат. 2 500. Мы ее не будем помечать, потому что мне вот это вот не нравится. Да? Так-то вроде она чистая. Ну, и, во-первых, у меня своих изумрудных сейчас много. Я просто буду знать, что это уточка. У нас одна такая. Все, иди. просто такое экстремальное взвешивание, это вообще вы не представляете. Вот клиент. Капец, он уплыл в лужу, но он самый тяжелый, я знаю, что он самый тяжелый. 4 900. Даже если скинуть там, не знаю, пол-литра грязи, да? Даже если. то у него вес все равно самый максимальный. Мой хороший, да я же тебя давно присмотрела. Давай мы с тобой уйдем отсюда еще раз. Бедные весы. Вот такая вот работа племенная. Вы думали, что я тут его пью. Ну, короче, 4 800, ладно, скину там 4 600, но он все равно самый большой. Так как ты самый большой и самый мне нужный, я на тебя одену две метки. Фух, боже мой. Давай. Он без всяких меток, я знаю, откуда он. Вот, фиолетовое кольцо оденем так же, как и его брату. Что они два брата, да? Но на вторую ногу я одену еще хорошую такую зеленую стяжку. Руки уже трясутся, ужас. там еще один плавает в лизе. Зеленую стяжку, которая никуда не уйдет. Это точно. Все? Ладно, иди, парень. Вот он в хорошем, в самом хорошем весе, да? Почти как белые. поднимайся. Тоже убежал из грязи, точнее, убежал в грязь, там сидит завязаный. Ой, блин. Давай. Как говорится, в таких условиях разве можно идеальное взвешивание? Кстати говоря, это, я сейчас увидела, это из другой группы. фиолетовое кольцо. Это синий с ошейником на обычном комбикорме вырос. 3 800. Ну, хорошо, на мокроту скинем еще там 200 грамм. Хороший результат. Так, я не знаю, вырасти что еще или нет. Это зеленая стяжка. Мы дадим ему зеленое кольцо. Фиолетовое снимем уже. И как бы получается, дадим ему шанс догнать своих сородичей, потому что в принципе он не сильно от них отстал. Вот, зеленое кольцо. Все, так, подбери-ка вот это все. 3 800. Так, все. Весы, ну, ноль. 10 грамм. этот, который большая лепешка, вот я вот садила одного, чтобы его не грызли, но он почти не ходит. Иди, иди еще, иди. Помните, да, который у меня там был, как лепешка, крылья не подбирал, вот он в принципе лучше не становится. но он пока обрастет здесь, обрастет один в одиночестве, потом я обратно выпущу, но он уже не ходит. Вот, ты толстенький, вроде ты не такой толстенький, но вот как-то ты тихо, давай вот сюда, сетку бьешься. Иди. Давай, иди, иди. Иди, иди. Так, товарищ Лепешкин жил у нас здесь неделю с курами. Видите, он уже ходит. Я его снимала, показывала вам, что он почти не ходит. Вот, сейчас мы выловим его, взвешиваем. Он тут сидел. водичка, еда у него была отдельная. Сегодня мы его обратно к братанам отдадим. Оп. Так, весы наши вечно с этими пятью граммами пиратскими. Короче, вот он, лепешка. Принесла его, но он вообще легкий, просто ничего. Скорее всего, вот он даже похудел. Видите, кило девятьсот. Ну, что-то, короче, с ним не так заболел. Ну, что, парень, тебя тут отпускаю, даже не буду тебе одевать кольца. Вот. Крылья свои он вроде и держит. То есть, рос он прилично, отрастил тут такую большую пузу, спину. Крылья почти не росли. Да, он не подбирал крылья. Я в прошлой серии показывала. И вот видите, груди почти нет. Что-то с ним. Либо съел что-то. Скорее всего, съел. Потому что другого варианта я не знаю. Все, и я его отпускаю. Ничего я его помечать не буду. Кило девятьсот. Вот видите, в какой грязи они меня купали, пока мы их ловили. пока они вот он самый больший. Самый мой фаворит. Парень, не обижайся на меня. Мы с тобой остаемся зимовать. И до весны даже. Ага, хорошо. И твой парень серебристый тоже остается. Нет, не ты, который махает крыльями, а какой-то второй. Я уже сейчас не помню. Главное, что он помечен. Да и в принципе тут серебра три штуки. Три, да? Четыре осталось. Я не заблужусь в них. А вот с желтым кольцом, как запасной вариант. И вот тот с фиолетовым кольцом, который большего веса. Вот у них сейчас ванну включу, вода польет. И вот эта вот вся грязь будет опять наполняться. Ну, потому что они развили тут грязь. Их же тут много. Вот. Ну, что сказать, подытожить. Какой итог? Какой итог, да. Надо кормить вначале с большим протеином. Ну, я сделала сравнительную, так скажем, таблицу разных кормов основных производителей, где протеина сколько содержится в индюшином, бройлерном и утином. Вам сюда вот сейчас покажу. Ну, и как бы вот, я считаю, что все-таки сильно прямо, много, прямо, прямо 28 не обязательно, а 20 плюс обязательно. то есть, то есть, 23, это хорошо. Вот. Меньше будет хуже. 2-3 недели кормите таким, потом переходите на рост, где будет, о, какой ты молодец, где будет около 18, 19, 20. Вот. Не меньше 18, не больше 20, и дальше они уже будут расти хорошо. Вот такая вот таблица сравнительная по основным производителям комбикорма, которые в эксперименте участвовали, выделены жирным шрифтом. Ну, и вы можете увидеть, что у разных производителей разный процент содержания протеина, поэтому одно дело, когда у тебя там 16, да, другое дело, когда 28. И даже между индюшинами кормами разница бывает и в 4, и больше, процента. Поэтому вот как выберите, какое выберите, не обязательно смотреть, для кого этот корм, для уток или для гусей, или для индюков, главное процент содержания. То есть, чем больше протеин, значит, тем меньше кормите. По дням я имею в виду, но нельзя там 28 процентов протеина кормить 3 месяца. Вот. Бройлерный я принципиально не использую, никогда не беру, потому что бройлер не рассчитан, как бы птица не придумана для того, чтобы жить долго и равножаться. Поэтому никогда не беру этот корм. Разбежались. Теперь они мне доверять больше не будут. Такие приключения они не забудут теперь уже мне. Всю жизнь будут помнить, как я их обидела. Ну вот, эксперимент такой прошел. Все, мы теперь знаем, что мы будем покупать. Неважно, что написано на антикетке. Индюки, утки, главное по проценту подобрать подходящее. Я думаю, что как раз таки руанки нормально бы росли и быгунки на том корме. Им-то что. А вот все-таки мускусные они требуют больше. Если говорить о материальных затратах на корм, только на комбикорм, нам один утенок из первой группы на низкопротеиновом корме обошелся в 532 рубля. Утенок, выросший на индюшином корме, обошелся нам в 829 рублей. При этом средний вес селезня из первой группы на плохой еде 3,775 средний вес селезня из второй группы на индюшином корме, которые поднимались 3,912. То есть разница не сильно большая, но самое важное то, что эти утята были более конкурентны. То есть те, которые ели низкопротеиновый комбикорм, в общем многие из них ушли в отбраковку после второго месяца, потом еще плюс расклев и совсем печально, что там дожило до конца. Поэтому экономия здесь неоправдана, я так считаю. Лучше поднимать птицу особенно первый месяц на корме с высоким содержанием протеина, а потом уже главное не переусердствовать. Напоминаю вам, что с ютуба нам придется скоро уйти, даже если будет VPN, через VPN я не буду сюда приходить, поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на мои другие соцсети ВКонтакте, Рутуб и прочее. Все, всем спасибо, кто смотрел все 3-4 серии эксперимента, кто переживал, анализировал вместе со мной, вам спасибо, остальным тоже. Спасибо за просмотр, пока-пока. м м м Продолжение следует...